Приветствую вас и вопрос на феррии между вами и вашим мужем время конечно же не решит, по крайней мере не решит все проблемы целиком так, как эта проблема есть именно для вас. Потому что объективно то, что с вами произошло, то, что между вами произошло, имеет причины и если с этими причинами вы ничего не будете делать, то вопрос недоверия будет вставать постоянно. Тем более, что доверие обратно нужно будет как бы завоевывать вновь. Доверие обратно нужно как бы восстанавливать, а это время. Вот если в этом контексте вы говорите про время, то тогда да, время именно здесь оно действительно нужно и пожалуй это единственное, что поможет вам. То есть именно доверие восстанавливается только со временем, конечно. Это совершенно точно. Да, доверие может восстановить только в только время. Но если вы ничего не будете для этого делать, если вы ничего не будете предпринимать, то само по себе доверие конечно же не восстанавливается. И то, что вы говорите про свое желание справиться с этим, это безусловно очень здорово. Я считаю, что вы молодец, что хотите справиться с этим, с проблемами, которые у вас сейчас возникли. Но для этого нужно понимать, что произошло, какие события случились, что подорвали, назовет, ваше доверие к мужу. Случилось ли это объективно для вас, ну то есть муж действительно как-то показал себя несостоятельным, ненадежным, нестабильным может быть и так далее. Либо вы сами восприняли его поведение таким образом, что потеряли к нему доверие. То есть еще раз повторю, здесь нужно анализировать именно то, что между вами произошло. Те, какие события между вами произошло. Время, безусловно, необходимо для того, чтобы доверие восстановить. Но для того, чтобы это доверие восстанавливалось, нужно, желательно, чтобы вы и ваш муж сами стремились к этому, что-то делали. Для этого, для того, чтобы ситуацию вот как-то исправить, как-то ее нормализовать, да, и так далее. Если никто из вас делать ничего не будет, то все останется на том же уровне, что и сейчас. Поэтому рекомендую вам, если у вас есть такое вот желание, выбрать себе психолога на нашем ресурсе и поработать с ним на тему, которая вас волнует. Может быть, вам потребуется помощь еще и вашего мужа в понимании проблем, которые у вас образовались. Может быть, потребуется поработать именно с ним, с вашим мужем. Но в любом случае, что-то вы обратились на наш сайт, это лишь первый шаг к решению ваших проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...